Вопросы проведения вакцинации от коронавируса продолжают оставаться в топе, который интересует жителей области. Штаб по комплексному развитию региона традиционно начался с разбора жалоб ульяновцев в соцсетях. Глава области Алексея Русских поручил Минздраву разобраться с вопросом по вакцинированию и сделать его легким и доступным. Вместе с тем в области зафиксирован рост заболеваемости ковидом на 10%. До столичного всплеска еще далеко, но в правительстве обсуждается возможность ограничения массовых мероприятий. На ближайшее время их запланировано большое количество. Есть предложение ограничить по возможности все массовые мероприятия, в частности, например, празднование Троицы провести только с службой без массовых мероприятий. И прошу также вашего поручения проанализировать все массовые мероприятия на предмет их возможности перевода в онлайн режим без массового скопления людей. Решение по данным вопросу примут в ближайшее время. Продолжает волновать жителей коммунальные проблемы, в их числе перебои с водоснабжением. В Шиловке два месяца практически нет воды. Ситуация сложная, организован подвоз живительной влаги. Мы видим, что в Шиловке проблема с водой исчезнет, когда мы сделаем ряд глобальных модернизаций системы водоснабжения на Ульяновск, на питание Криуш, центрального водовода, с родников, которые с Ингелеевского района идут на Ульяновск. Для этого надо ряд технических, административных решений. Начато проектирование нового водовода. Решаются вопросы о дополнительном водоснабжении Шиловки. Модернизируются не только коммунальные сети. Ремонт проводится в 27 социальных учреждениях. На эти нужды направлены свыше 204 миллионов рублей. Один из крупнейших проектов – строительство нового корпуса в Водорадске, Акшуацкого специнтерната для престарелых и инвалидов. Оно началось в 2020 году. Строительство объекта позволит переселить граждан, проживающих в зданиях стационарных организаций социального обслуживания, с нарушениями установленных норм жилой площади на одно койко-место, увеличить мощность действующего учреждения на 270 мест, а также увеличить число рабочих мест на 162 сотрудника. Планируется, что окончательно завершатся урожение зданий в 2023 году. Продолжается ямочный ремонт дорог. Из запланированных 136 тысяч квадратных метров в Ульяновске сделано 106. На особом контроле находятся мосты. К 15 июля планируется сдать в эксплуатацию новый мост в Селете-Инарке Меликесского района. На этом работа не закончится. По поручению главы региона проводится осмотр всех мостов. В настоящее время более 550 объектов было визуально осмотрено. Из 713 остальные у нас не вызывает опасений, они содержатся в рамках текущего содержания. В процессе осмотра было выявлено три объекта, на которые мы в настоящее время усилили направление. Пока все остальные работают, школьники отдыхают. В пяти загородных лагерях завершилась первая смена. Прошла она без происшествий. Всего чаще все отдыхают 20 из 24 загородных лагерей. Четырех смен начнутся с 1 июля. Однако есть и проблемы, связанные с вакцинацией работников в учреждении. Огромные слова благодарности двум районам. Николаевскому и Меликесскому. У них в загородных лагерях вакцинированы 100% сотрудников. Если говорить о загородных лагерях относительно вакцинации, то чаще всего сопротивляются частные лагеря. При этом процент привитых в школьных лагерях почти в два раза выше, чем в лагерях за городом. В заключении совещания Алексей Русских сделал важное кадровое заявление. Сергей Панчин сложил полномочия главы города. Первым заместителем главы областной столицы назначен Дмитрий Вавилин. Одновременно он будет исполнять должность градоначальника. До этого времени Дмитрий Вавилин был ИО-министром экономического развития. Егор Цитов, Александр Кудряшов, Юрий Конихин, Управда ТВ.